Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. Сегодня снова с вами, если помните я, Доброго Ольга. Рада вас приветствовать. И сегодня мы с вами поговорим о таком вроде бы распространенном растении, которое называется в обиходе астра. По-научному оно звучит Калистефус чинэнзис, то есть Калистефус китайский. Когда вы пришли в магазин, либо вы зашли на сайт в интернете, либо заказываете по каталогу, то после того, как вы определились с окраской цветка, вам понравилась форма, вам понравился цвет, вам понравилась смесь, на что дальше обратить внимание. Когда мы покупаем пакетик, мы с обратной стороны читаем, что астра может быть по высоте разная. Она может быть низкорослая, среднерослая, высокорослая. Зачем нам это знать? Мы, конечно же, когда посеем, мы пометим название сорта и какие его особенности, чтобы потом при посадке низенький сорт не попал куда-то на задний план, и мы его потом не увидим в нашем цветнике. Низкорослые астры обычно пускают в бордюр, либо на переднем плане цветника. Высокорослые и среднерослые астры хороши тем, что мы ими можем любоваться в любой части цветника. Высокорослые астры буду рекомендовать с такой целью, чтобы ближе к осени можно было радовать себя и своих близких обалденными букетами. Потому что астра – растение короткого дня, и когда короткий, ближе к осени день сокращается, то и тогда наступает цветение астры. Как правило, это может быть середина июля, конечно же август и начало сентября. Поэтому астры еще отличаются по сроку цветения. То есть они могут быть ранние. Снова же мы на обратной стороне должны выискать такую информацию. Какая? Это астра раноцветущая. Это значит, зацветает она через 95-115 дней. Среднего срока цветения – это 115-125 дней. И позднецветущая через 125-138 дней. И приступая к посеву, нам эта информация нужна для того, чтобы в первую очередь мы посеяли астры позднесветущие. Потому что очень много сортов красивых, с огромным цветком, которые цветут ближе к осени. Что касается срока годности семян астры. Те семена, которые вы собираетесь самостоятельно у себя на участке с выращенных астр, они сохраняют схожесть не более двух лет. И если в первый год у них схожесть будет 90%, то в последующий, на второй, после второго года хранения, схожесть их будет составлять 20-30%. Это при хороших условиях хранения и правильном сборе. Иногда, снова же вот на обратной стороне, мы можем прочитать какие-то такие уникальные сроки. Но если профессиональная упаковка, внутри фольгированный пакетик, то может быть два года это да, можно поверить. Но когда производство, допустим, вернемся в прошлое, чтобы не касаться настоящего, 2016 года семена собраны, заявлено. И срок хранения их указан какой-нибудь там 20-й год, то этому, конечно, верить не стоит. Такого быть не может, если вы их не храните при минус 5 градусах. Тогда, наверное, что-то может и остаться. Но схожесть астры сохраняется полноценная в течение одного года. Вот об этом следует помнить, особенно со своими семенами. Приступаем мы к посеву астры. В зависимости от ее заявленной характеристики по началу цветения. С середины марта и до начала апреля. Так как астрорастение холодостойкое, то можно попробовать и подзимний посев. Подзимний посев вы знаете, как делать. Сеем такой срок, чтобы семена не успели прорасти, но ушли подготовленные в зиму. На хорошо обработанном месте. И чтобы вы не забыли, что вы их там все-таки посеяли весной. Зима тут длинная. И еще можно посеять, конечно, астру в грунт. Например, в грунт парничка. Типа такого маленького рассадничка. Если сорта позднего срока цветения, то не следует их сеять в грунт, потому что мы дождемся цветения, но мы никогда не знаем, какая осень ждет нас впереди. Поэтому лучше все-таки астру пускать через рассаду. Астропосеянная подзиму, она зацветет немножко позже, но ее сеянцы и растения в дальнейшем будут более здоровые. Они будут менее подвержены различным заболеваниям. И вот мы приступаем к посеву. Что мы должны помнить? Ну, конечно, вот мы подготовили почву. Берем нашу любимую шлепалку. Теперь уже любимую. Немножко уплотнили. Сверху мы насыпаем небольшой слой земли, просеваем его через крупное сито. Вы можете через дуршлаг какой-нибудь. Ничего страшного, что у вас нету такого приспособления. Еще немножко подсыпем. Чтобы затем, когда астры отрастут, и мы приступим с вами к пикировке, чтобы корешки наши не путались и не было препятствий для роста корешков в грунте с крупными вкраплениями каких-то частиц, либо почвенных, либо каких-то народных тел. Разровняем. Снова слегка уплотняем. Сначала мы проливаем. Это правило не только для астры. Сначала мы почву проливаем чистой водой. Немножко подождем, чтобы она впиталась, чтобы было понятно, сколько нам еще добавить. Еще немножко уплотняем. Мы помним о том, что мы проливаем так, чтобы потом, до прорастания, как можно меньше вмешиваться в этот процесс увлажнения, потому что можно не угадать. И начинаем, собственно, посев. К счастью, семена у астры достаточно крупные. В одном грамме содержится порядка 300-500 семян штучек. И мы вот... Астра здесь у меня собственного сбора. Карликовая, лиловая астра. Они немножко с примесью какого-то мусора, но ничего страшного. Делаем перегородочку между сортами, чтобы не было у нас потом путаницы, чтобы рука не дрогнула и насыпала немножко на соседний сорт. И начинаем высевать. Высеваем не густо, так, чтобы между семенами было пространство, чтобы в дальнейшем проростки не теснили друг друга. И вот на эту ячейку делаем еще поперек и вдоль. Таким образом. Конечно, мы должны написать этикетку. Я пишу, что это калистейфус, сегодняшняя дата и его сорт. Лиловый карлик. Пописали, поставили. Берем следующий сорт. Этот сорт кармезин. Он среднего срока цветения. Можно высевать сразу с пакетика. Таким вот движением. А теперь таким движением, как сеятель на поле. Вдоль и поперек. Снова мы подпишем этикетку. Напишем, что это кармезин. Дату пишем. Устанавливаем этикетку. Давайте заодно же, чтобы ящик не пустовал, посеем астру под названием Башня Шамола. Это астра пиановидная, высокорослая, с очень крупными цветками, очень красивыми, пышными, многочисленными на растении. Вот такой густоты. Снова же мы напишем ему этикетку. Установим. И сверху необходимо присыпать. Будем присыпать этим же ситом. Можно, как я вам показывала, посыпать носовочек, на бумажку. И затем оттуда посыпать. Может кому-то так будет легче. Присыпали. Немножко можно вдавить, прижать семена, чтобы они плотнее лежали в почве. И затем корешки схватывались лучше с нашим грунтом. В данном случае я вижу, что немножко все-таки увлажнить здесь не помешает. И немножко сверху проливаем. И как вы видите, мой любимый и многими любимый спорный раствор марганцовки. Для чего мы поливаем астру раствором марганцовки? Перед посевом можно даже и замочить в растворе марганцовки. Особенно семена собственного сбора. Потому что, скорее всего, семена, которые приобретены в магазине, они будут подготовлены и обработаны от различных патогенных бактерий. Собственного сбора семена могут неправильно храниться. Могут быть собраны не совсем здорового растения, не совсем хорошую пору. Астра очень подвержена различным бактериальным заболеваниям. И в первую очередь это фузариоз. На семенах может это все сохраняться, споры этого гриба. Поэтому мы обрабатываем либо раствором марганцовки, либо фитоспорином. И это будет залогом хорошего здоровья нашей рассады. И в дальнейшем, после того, как наши сходы появятся, сходы у астры появляются примерно через, в зависимости от сорта и условий проращивания, через 4-7, может быть, 8 дней. И после того, как сходы появились, и появилась первая пара настоящих листочков, мы должны температуру, если она у нас была градусов 20-22, мы должны немножко снизить для астры, для того, чтобы растения были устойчивыми и не перерастали. Сильно понижать температуру не следует, потому что понижение температуры ниже 8 градусов спровоцирует у астры многочисленное закладывание бутонов на коротких цветоносах. То есть, междоузлия будут сокращенные, и цветки будут мелкие и не соответствовать заявленному размеру в сорте. Потому что, как я уже говорила, астры растения короткого дня, и вот при коротком дне весенний период и низкой температуре вот это явление мы, собственно, ручно и спровоцируем. Но не стоит и для астры температуру держать очень высокую. температура 25-30 градусов, если вдруг это жаркое помещение или стоит на ярком окошке, эта температура напротив сильно затормозит цветение астры. Это двинет его на более дальние сроки. Поэтому вот следует придерживаться таких температурных режимов. Это совершенно несложно. Если кого-то не пугает то, что что-то зацветет очень поздно или будут многочисленные, но мелкие цветки, может в этом тоже будет какая-то изюминка и красота. После того, как мы посеяли, я забыла вам сказать, что мы прикрываем либо стеклышком, у меня тут уже все подогнано размер, стеклышко к размеру стандартного посевного ящика. Каждый день мы приходим и проветриваем, убираем образовавшийся конденсат, чтобы он туда не капал. Для астры, может, это не сильно страшно, но лишняя какая-то локальная влажность нам абсолютно не нужна. Что в дальнейшем происходит с астрой? Астра растение холодостойкое, и это нас радует. И в осенний период она переносит запросто понижение температуры до минус 3-4 градусов. Это не говорит о том, что молодая рассада, которую вы выращиваете на окошке либо в парничке, и сразу посадите ее в грунт, что она тоже перенесет такой вдруг появившийся весенний заморозок. Конечно, нет, потому что, когда мы выносим растения из тепла в холод, организм, как и человеческий, вряд ли с таким стрессом справится. Поэтому проводим обязательно закалку. После того, как закалку мы провели, мы можем высаживать астру в открытый грунт. Это, как правило, производится в зависимости от условий, от погодных условий, от наших условий, от микроусловий нашего участка. проводится посадка астра в открытый грунт где-то в середине, в конце мая. То есть мы сами ориентируемся по нашим условиям. Не следует астру высаживать на почву, в которую внесен свежий или несозревший перегной, потому что это будет однозначно заболевание фузариозом и другими бактериальными заболеваниями. Но астра любит почву сытую. Она должна быть глубоко обработанная, то есть перекопанная, удобренная. Астра единственное не любит тяжелых почв, субринков. Их, конечно, надо немножко разрыхлить, потому что корневая система у астры мочковатая и расположена в верхнем слое почвы. Подкормки обычные проводятся, но астра замечательно себя чувствует, если вы внесли основное удобрение при перекопке почвы либо с осени, либо весной. для меня вообще астра является каким-то связующим звеном между прошлым и настоящим, потому что моя бабушка сажала астры с букетом. Астра я шла в первый класс, работая над своей книжкой «Редкие однолетние растения», я столкнулась в архивах с тем, что в гербарии жилибера, жилибер был такой, назовем его ботаник-менеджер, он создал первый ботанический сад на территории Беларуси и датируется гербарный лист 1780 каким-то годом, не буду обманывать, на гербарном листе я нашла астру калистефус китайский, это было очень любопытно. Ну, пожалуй, про астру все, выращивайте ее в своих палисадниках с удовольствием, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, до новых встреч!